Всем доброго дня, дорогие друзья, с вами Комарач и всех рад приветствовать в очередной серии или видео по The Fisher Online. Сегодня тема нашего видео, сколько можно будет заработать денег, если наловить полный садок форели. Садок у нас с вами небольшой, помещается 20 рыб 40 килограмм. Сейчас мы посмотрим точное название этого садка, чтобы я уже мог точно сказать. И вот как раз я выловил первую форельку. Что-то вот мне сильно захотелось, и я решил поснимать. Именно на вот эту рыбу, именно на форель, именно сколько можно заработать денег. Ну плюс там немножечко с вами поболтаем на различные всякие темы. И хотелось бы попросить, ребят, ну чаще комментируйте видосы, больше там репостите, чтобы люди смотрели, как-то помогайте мне. Ну правда, давайте там пообщаемся, подискутируем там на различные темы в комментариях. Я там приму в этом участие. Ну как-то продвинем видосы по этой игре. Потому что, ну обидно, когда снимаешь, стараешься, выделяешь время. Сейчас, ребят, час ночи, я снимаю. А мне на работу завтра, ну блин, как ребят, ну пожалуйста, давайте друг другу как бы на уступки идти, чтобы видосы хотя бы, я не знаю, ну просмотров по 200 набирали, будет приятно. Ну когда 50 набирает, ну рыбалка, канал на рыбалке основан, а так мало. Ладно, хватит ныть, я думаю, все поняли, все. Насчет форели, давайте садок глянем. Садок у нас колба 1, а количество 40, иг 20, вот, вот так вот, на колбе. Сколько мы сможем, я думаю, где-то форелек 10 мы сможем поймать, ну там плюс-минус там 12, может даже меньше. Сколько мы сможем заработать на них, вот, на вот именно вот, чтобы вот такой вот садок. Посмотрим. Вообще, как прибыльное это дело, не прибыльное ловить форель. Но, хочу сразу сказать, что дело действительно прибыльное. Рыба клюет часто. Рыба клюет редко, но она клюет хороших размеров. И это, кстати, заслуга крючка. Обязательно ставьте крючок на эти снасти, средний, номер 2 размер. Тогда у вас не будет проблем с поимкой нормальных экземпляров этой рыбы. Если поставите меньше, то тогда будут возникать у вас проблемы. И это будет плохо. Вообще, в рыбалках надо немножечко вот как-то задумываться, логически мыслить. Я в основном у людей как бы расспрашиваю по чату. Но иногда люблю, допустим, прошвырнуться по местам, покидать, ну так, с наживкой, с разной глубиной, поэкспериментировать, если это поплавочные снасти. И посмотреть, что как бы ловится в этих местах. Но я обычно люблю донки. Донки зашпулил на там разные виды наживок, там три разные наживки. Посмотрел, что клюет, там одну выстоял и ловишь там разброс там в два-три вида рыбы. Прикольно, мне вот, допустим, такое нравится. Особенно доночки, так это вообще песня. Вот в реале, вот в реале донки сильно не люблю, честно. Не знаю, не нравится мне. А в игре, вот это прям за милую душу донки. Вот спиннинг тоже как-то так, вот не сильно душа у меня к нему лежит в РР-ке. Вот сколько я ловил реально вот в РР-ке, вот вспоминаю, вот спиннинг, ну никак вот, ну все равно вот не лежит душа к нему и все. Много им не наловишь. Клев редкий. И у меня последней серии так на этом спиннинге и закончилось. Ну правда. Здесь пробовал в начале, да, здесь, конечно, клюет почаще, поинтереснее. Даже есть определенные там вот свои там махинации с проводками. Но тоже как-то надо, надо вникать. Здесь пока за спиннинг ничего сказать не могу. Неизведанная для меня снасть. И пока не изучена именно в этой игре. Здесь ничего не могу сказать. Но обязательно мы с вами купим спиннинг и половим с вами на лодке. И выедем, не выедем, а выплывем. Вот так вот. Пустимся в плавь. Кинем якорь где-то посерединке. И попробуем обловить озера различные. И посмотрим, что мы сможем поймать. Но нужен хороший спиннинг. Прям действительно хороший. Так, люди, привет-привет. Тоже поздороваемся. Негоже не здороваться с людьми. Но что-то клевого нету в фореле вообще. Только сказал нету клева и кинул на паузу, как первая поклевка. Еще дам такой советик от себя. Вот если вот удочка клюнула одна на поплавок. Вы ловите на три, да. У вас еще одна начала клевать. Эту бросаете и подсекаете след другую. Отсюда рыба в принципе никуда не денется. Ну, если конечно сама не сорвется. Ну, губа не порвется у рыбы. Отлично, зачетная форель. Зачетную форель стоило и конечно и подождать. За нее денег хорошо отвалят. Монет 15, а то и больше даже. Интересно вот с прикормкой. Вот я еще тут тоже с прикормкой не мудрил. Мудрил, по-другому это не назвать. Может быть еще и прикормка дает офигенный буст. Но это тоже разберемся. Серий будет много. Пока хочется играть. Душа лежит. Серий будет много. Думаю, даже больше, чем в RR4. И разработчик действительно прислушивается к мнению игрока. Общается с ними. Вы, я уже знаете, как с юридической своей точки зрения, вносит. Вносит обновления. Выдвигает, выносит. Короче, публикует обновления игры. И обновления действительно стоящие. Которые корректируют как-то игру, баланс. И интересно играть. Поэтому парень молодец. И обновы часто. И действительно практически каждый день. Бывает там день-два застой. Потом хоп, выйдет какая-то обнова. И не такая, знаете, там. Абы какие-то там фиксы непонятные. Чего-то. Что типа вроде как работа ведется. На самом деле там дядюшка елдак. И никаких там ни работ, ничего нету. А разрабы уже давным-давно забыли обо всем. Ух ты, какая форелька хорошая. Нет. Здесь действительно парень работает. Он пишет игру один. И красава. Вот как Рогалю двое человек пишет. Муж и жена. Тут вот просто парень один пишет. На Юнити. Вот. Красавчик реально. Игра сразу. Кто думает, покупать, не покупать. Блин, не пожлобьтесь. Ёб твою мать. Заплатите ему денег. Это что, щука что ли? Твою мать. Щука это вообще. Хрень собачья. Ну ладно уже. Выловили так выловили. Без щуки никуда. Хотя в реале обожаю щуку. Отвечаю. Вот прям вот люблю ее. Но ловить ее у меня здесь очень тяжело. Зимнюю рыбалку хочу на жерлице. Даже живца сейчас храню в ведре. Пойду обязательно половлю щук. Может быть что-то и поймается. Так что сразу. А, говорю. Кто жопится денег, не жоптись. Не жлобтись. Заплатите деньги. Купите эту игрушку себе. Поддержите разраба. И играйте в стиме. Не качайте там ни пиратки. Ни какую другую хрень. А играйте как нормальные люди. Получайте все обновы. И заплатите там 300 этих. Сколько там? 360 рублей по-моему она стоит. Вот заплатите и играйте. Я заплатил эти деньги. И она действительно стоит своих денег. Вообще ни капли не жалею. Да, ребят. На паузе уже 40 минут. Вот правда. Где-то так. По реальному времени. И улов такой. То есть 3 щуки. И... Но они как бы все зачетные. Да, зеленые. Ну, ближе к зачету, так сказать. И всего лишь 4 форельки. Ну, то есть, блин. Вообще я бы не сказал, что это грамотный улов. Это, наверное, больше из-за того, что я пришел ловить к вечеру. И вот сейчас в ночь, наверное, вообще ловиться не будут. Но я как бы буду сидеть. Буду выжидать. А сейчас я хочу продать щуку. Потому что, ну, я как бы настроен наловить полный садок форели. И продать ее. Посмотреть какой выхлоп. Уже 45 монет. Но щука. Продать выбранная. Щука тоже неплохо потянула. Она тоже дала неплохо денег. То есть мы, получается, уже отбили свою наживку. Даже заработали. Вот смотрите, насколько я продал щуку. Но это как бы не показатель, да. Потому что щука, ну, это такая сорная рыба. Ну, конечно, так нельзя называть. Сейчас меня закидают помидорами. Но в данной ситуации это сорная рыба. Потому что мы ловим исключительно форель. Если получится, забью садок полностью. Если хватит терпения. Потому что реально на работу я уже хочу спать. Ну, посмотрим. Вывел, дорогие друзья, крайне неприятную проблему с вот этой снастью стартовой на 3 килограмма. То, что леска очень быстро сматывается со шпули, катушки. И все плохо. Прям все плохо-плохо. Сейчас я заменю эту снасть. Купил я, короче, баллон с кудочку на 4 килограмма. Потому что, когда, знаете как, вот один раз вот рыба так сошла, получается, и что делать? Ну, ладно, там, может, щучка была. А вдруг была форель, никто же не знает. Вот когда третий раз вот так вот рыба у меня сошла, я уже опечалился. Пошел поменял снасть. Но если у вас нету возможности по деньгам, то не меняйте. Но как только появится, вот рекомендую заменить. С этой проблемой никогда не сталкивался. Вот только вот ночью. Вот сейчас я столкнулся с этой проблемой. Теперь у меня все снасти на 4. Одинаковые сборки. Смотрите, какая леска. 100 метровка. Поводок на 4,5. То есть все по красоте. Поводок на 4,5 не бойтесь. Карпы тоже на таком поводке. И вылавливались на 7,5 килограмм. Поэтому все нормально. Как бы можно ловить спокойно. Так, все, ставим. Не знаю, будет ли ночью форель брать, не будет. Вот правда. Но вон чувак взял рекорд сейчас. Но сейчас же не ночь. 23,56. А вот может быть там в час, в 2 часа ночи уже не будет клевать. Но посмотрим. Еще между делом дам совет. Вот если вы видите, что поплавок прыгает. Знаете, вот он так еле-еле так тык-тык-тык-тык. Типа как лагает вот в воде. Такие микро-микро прыжки у него. Советую снасть взять и чуть-чуть его подтянуть. Перезабрасывать нет. А вот подтянуть стоит. Тогда будет вообще нормально. Тогда не будет он ни прыгать, ничего. И рыба будет клевать. Потому что иногда из-за этого не клюет рыба. Будьте внимательны. Ребятули, ребятули. Короче, вот не везет. Смотрите в чат. Удочка сломалась. Не везет с удочкой. Тем более вот эта вот первая. Не знаю. Ну, короче, сломана. Все, пипец. Надо покупать новую удочку. Но даю совет. Ловите форельку здесь. Это просто я затянул фракцион на максимум. Ловите тут форель. Ловится. Все хорошо. Давайте теперь мы с вами телепортнемся в город. Продадим то, что у нас есть. У нас полный садок форели. Ну, 11 штук на 19 килограмм. И это то, что нужно. То есть сейчас мы посмотрим, сколько же можно заработать на форели. 83 монеты, ребята. 83. Считаю охренительный результат. Если еще не считать, что 3 у нас незачетные. Просто супер. Давайте посмотрим насчет икры. Меня очень сильно интересует в разделочном столе. Написано любая рыба, красная икра, но... Но-но-но. Кто знает, напишите в комментах, с какой рыбы можно... Потрошить красную икру. Не знаю, как по-другому назвать. Измать, что ли. Но... С форели нельзя. Продаем вообще великолепно. Заработали денег. 83 монеты. Считаю это четко. Если бы клевала лучше и клевала рыбка покрупнее, было бы еще круче. Удочка сломана, но ее мы сейчас заменим. Это все ерунда. 30 рублей можем позволить. Всем спасибо за внимание, дорогие друзья. Кто посмотрел, комментируйте. Ребята, сейчас уже на часах... Начало третьего. Завтра на работу. Я снимаю для вас. Пожалуйста, комментарии, лайки, все остальное. И подписки, репостики. Всем спасибо, ребятки. И до скорых встреч. Пока-пока.